привет друзья я вам сейчас покажу как sony vegas pro лучше всего делать наезжающий кадр чтобы ваше видео было куда эффектнее были видны моменты которые не видно при обычном проигрыше сейчас я найду нужный кусочек чтобы показать вам как я анализирую езду игрока который использует нелегальные коды в игре для того чтобы показать во всей красе как они действуют в игрушке чтобы произвести впечатление на зрителя вот я нашел надлежащий кадр я его как вы видите на полоске выделил он уже вырезанная его просто выделил а теперь я включу вот этот вот квадратик где на кадре можно отмечать позиции в каких местах нужно кадр раздвигать значит чтобы его раздвинуть вот таким образом вы просто хватаетесь за квадрат как вы видите он он на нем есть 6 квадрат никаких точечек и за любую хватаетесь раздвигаете если раздвигаете лучше всего делать так чтобы вот черные полосы сейчас справа они уходили вы попробуйте рукой вниз вверх влево и вы научитесь это делать значит сначала первое раздвижение нужно делать маленьким почему потому что сама программа раздвигает этот кадр до конечного момента то есть если вы сразу конечный сделаете то она сразу будет раздвигать до конечного поэтому чтобы начать нужно сначала чуть-чуть сдвинуть маленький сдвиг сделать а потом уже начать раздвигать до нужного делать второй тогда как программа начнет раздвигать с первого маленького до последнего который вы сделали так чтобы промотать чуть дальше кадр нажимаете вот на эту кнопку да не на пуска на эту она обеспечивает нажал проехал нажал проехал потом раздвигаете кадр еще шире чтобы приблизить камеру еще ближе. И если вы видите, внизу вот на маленьком квадрате, ну, меньше, чем вся программа, отмечены такие квадратики внизу. Там, где проходит курсор, внизу отмечены квадратики. Это показано, в каких местах вы сделали раздвижение кадров. И по графику, по линии раздвижения будет видно. В следующий раз опять именно на пропуск нажимаете, чуть-чуть на пропуск нажимаете, и опять делаете снова раздвижение. Таким образом появится вот на этом, на небольшом квадратике. Сейчас вы увидите. Сейчас, 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 который я сейчас двигал. Покажется еще один квадратик. Если вы раздвинули. Так. Что-то я его не вижу. Но неважно. Программа бывает немножко под глюк. Под глюк. Вот, видите, квадратик опять там появился на том квадрате маленьком, который двигался. На нем появился еще квадратик, потому что в этот момент вы делали расширение. Сейчас мы еще делаем расширение. Полоска, где квадратик и уехала, но не сомневайтесь, там будет еще один квадратик. Опять же, кнопкой паузы надо нажимать и бросать. Таким образом вы обеспечите маленькую подвижку кадра. Только таким образом. Ну, лучше всего в моем случае. Я вам советую делать именно так. Значит, чтобы сделать назад, вправо или влево, вы переставляете свой курсор опять на вертикальную линию, где у вас едет просмотр на кадре. И кнопками, как вы управляете мышью, налево, направо, вверх, ну, вверх мест, на клавиатуре, можно, если вы отметите, значит, на этой полоске место, где вы просматриваете кадр, то маленькое продвижение вы можете обеспечить кнопками на клавиатуре. Вот таким образом, приближая кадр туда-сюда, обратно, как бы, раздвигая его в нужный момент, вы можете легко достигнуть большей зрелищности. А теперь посмотрим, как это выглядело. Теперь я отмечу тот кусок, на промежутке которого я это делал, и посмотрим, как это получилось. Посмотрите, теперь кадр сам наезжает и отходит. К разлиновку кадра, то есть сужение его и расширение, нужно производить именно так, как вам надо. Вот она сейчас выезжает, видите, кадр расширяется. Когда подъезжаешь, и машина находится на одном месте, но дальше, то лучше кадр сузить, чтобы увеличить, дать показ больше. Продолжение следует...